В молодежном центре «Высота» прошла встреча председателя ЗАГС Собрания Нижегородской области Евгения Люлина с активистами волонтерских движений. Евгений Люлин ознакомился с работой центра, обсудил с активистами актуальные вопросы развития волонтерского движения. Председатель ЗАГС Собрания также ознакомился с проектами активистов. Например, с красками города. Он направлен на благоустройство многоквартирных домов и повышение правовой грамотности нижегородцев. Для этого был разработан специальный стенд, на котором представили информацию о задачах и правах собственников помещения, содержании общего имущества, работе госжилинспекции. Шесть таких стендов уже установлено, а всего по Нижнему Новгороду таких планируют разместить 40. Как показать наши опросы, жители о них не знают. То есть как вести себя в многоквартирных домах, о законе о тишине, который, кстати, пытался складать на собрание, приняли в 2018 году. То есть жители не знают. И я там не с вопросом, а больше с просьбой. Уделить этому вопросу законодательству собрания особое внимание, может быть, привести какую-то информационную работу. Проявление лучших качеств, оно всегда, знаете, проявляется в каких-то таких ситуациях. Когда все хорошо, когда все легко, все счастливы, все довольны и все улыбаются друг к другу. А когда приходят сложности, какие-то испытания, не обязательно такие сложные, как мы переживаем сегодня, надеюсь, что в основном пережили, то здесь как раз и проявляются те лучшие черты, которые присутствуют у людей. Мы до сих пор помогаем и медикам, в вакцинации, то есть волонтеры наши, там, где нужно, в медицинских учреждениях помогают. Ну и плюсом, да, ведь это не только волонтерство-период пандемии, конечно, нет. Конечно, это и благоустройство памятников, это ребята проводят в субботники, да, выезжают в семьи, где действительно помощь нужна старшему поколению, помогает.